Вот вчера при подготовке к данной программе я посмотрела на сайте Роспотребнадзора именно ту информацию, которая была выложена в СМИ. Практически дословно приводится текст обращения в связи с сложившейся ситуацией. И здесь выделила для себя четыре пункта. Ну, во-первых, потребительские свойства товаров не удовлетворяют пожеланиям покупателей. Затем имеются поддельные сертификаты на товар, деньги по кредитному договору перечисляются третьим лицам, ну и, наконец, факт психологического либо психотропного воздействия. Вот что здесь могут сделать правоохранительные органы? На вскидку, даже прочитав это, я могу сказать, это сложный комплекс, технически сложный комплекс проверочных мероприятий. И даже в том числе оперативных мероприятий может подразумеваться под таким обращением. Поэтому прокуратура при поступлении такого материала будет смотреть по факту, что проведено, что не проведено. И мы можем дать указания о дальнейших действиях. В большинстве случаев деньги не возвращаются по обращению к продавцу? Именно при помощи судебных органов. Только при помощи судебных органов. Тут, мне кажется, повезло просто потребителям. Да, я повезло, я почему спросила, очень повезло.